Дорогие друзья, рад вновь вас приветствовать на канале Уральский Микс И сегодня мы готовим домашние котлеты Рецепт этот, необычный рецепт от моей тещи Я всегда считал, что он секретный, но как выясняется, секретов там особых нет Но, тем не менее, я сегодня с этими секретами поделюсь с вами Вот у нас есть мясо Значит, секрет первый Для того, чтобы котлеты получились сочные, вкусные Надо выдерживать необходимое соотношение нескольких видов мяса Здесь у меня свинина, ну, достаточно жирная, средней жирности Ее должно быть 50% Второе, это используем говядину Значит, говядина 25% И 25% это куриное мясо У нас в данном случае это индюшатина Итого, одна часть, одна часть, две части Вот это секрет первый Секрет второй Всегда используем достаточное количество вымоченного в молоке хлеба Есть молоко, есть хлеб, либо батон Но мы используем на килограмм фарша 3-4 кусочка батона Молока не жалеем, потому как лучше фарш разбавлять молоком, чем водой Секрет номер 3 Это картофель Раньше я думал, что картошка, ну, она даст какой-то не очень хороший вкус Но когда меня научила моя теща, я выяснил, что без картошки котлеты не котлеты Вот здесь у нас где-то грамм 120 картофеля уже подготовленного Ну, а остальные ингредиенты, яйцо, лук, это в принципе те ингредиенты, которые используют все при приготовлении домашних котлет Ну, еще нам потребуется, конечно, это соль и черный молотый перец Мясо здесь, конечно, гораздо больше, чем мы будем использовать Сейчас я это все перемолю Половину мяса отложу для приготовления наших котлет А половину отправим в морозилку для того, чтобы использовать в следующий раз Давайте приступим Итак, начинаем Друзья, ну вот, получили мы такой полуфабрикат Значит, сейчас нам надо будет это все тщательно перемешать, чтобы все виды мяса смешались Мясо равномерно разошлось Но прежде чем начать это делать, я подготовлю наш батон Для того, чтобы залить его молоком и он начал настаиваться Потом мы, когда закончим с вымешиванием мяса Можно будет этот батон отжать при необходимости И добавить в наш фарш Ну вот так вот заливаем Он сейчас будет настаиваться Уберем пока в сторонку Ну а мы займемся вымешиванием нашего фарша Вот так вот Так, товарищи Вот так мы вымесим сейчас все тщательно Друзья, мы получили 2 килограмма 400 граммов мяса Перекрученного в фарш Вот я отложил 1 килограмм фарша на котлеты Сейчас на данном этапе мы его будем подсаливать Значит, ну все это будем делать периодически пробуя Потому что на вкус и цвет, как говорится, товарища нет Перчить его Несколько раз придется нам его попробовать на язычок Потому как соль и перец будут расходиться И вот я взял соевый соус Любим мы очень Как добавку Вот сейчас мы немножко польем Мясо станет более ароматное Но надо понимать, что соевый соус соленый И в данном случае Окончательное финишное добавление соли Мы будем делать уже в конце Ну а сейчас я Вот эти все ингредиенты Я их еще немножко подрезал помельче Это лук Яйцо Картофель И вот наш вымоченный батон Все Отправим В наш фарш Я перекручу на мясорубке Ну а дальше мы уже будем с вами доводить фарш до ума И жарить котлеты Друзья, вот он Вот он волшебный фарш Для наших домашних котлет Ну сейчас мы Уже остались буквально штрихи Перца прям рука просится добавить Еще Жена конечно меня останавливает А я люблю перец черный Какой он ароматный Итак Я вам забыл сказать, что Фарш мы всегда пропускаем через самое маленькое сито Вот обратите внимание Поближе с ними То есть самое маленькое сито На один раз Некоторые два раза пропускают Некоторые три Ну мы считаем достаточно одного Итак Я уже попробовал несколько раз Прямо сырого фарша Но друзья Тут надо конечно быть осторожным Если вы знаете, что у вас мясо От надежного поставщика То пробуйте Если Не уверены Кладите по граммовке Но я вот По опыту знаю Что на килограмм Фарша надо 15-16 граммов соли Тогда будет нормально Вот Потому что Как говорил мой дед Не тот Червь для нас Опасен Которого едим мы А тот червь опасен Который ест нас Поэтому С мясом надо быть Крайне осторожным Итак Ну все У нас фарш готов Сейчас мы его Вот так причесываем Для чего Как у нас У винокуров Есть поговорка Я уже в каком-то видео Говорил Все ингредиенты Должны пожениться Для этого Мы вот так вот Закрываем крышечкой И в прохладном месте Даем настояться Минут 20-30 Чтобы Соль разошлась Перец Потом конечно Лучше попробовать И уже приступать К приготовлению котлет Итак друзья Фарш нас поженился Пока он Так сказать Женился Мы решили Что Котлеты Мы будем делать Не бабушкиным Способом В ладошки А решили Сформовать В форме И вот у нас Что получилось Я для примера Достал 4 котлеты Мы их Подморозили Две Посыпали Перцем Две Не стали Сдабривать Перцем Вот сейчас На примере Этих котлет Я покажу Как мы их будем Жарить И доводить До ума Конечно Когда Жарили Наши бабушки Наши тещи Мамы Они это все Делали в ладошки Брали сырой фарш Укладывали Ладошкой И обжаривали Мы же пошли Несколько Другим путем Сейчас в современном мире Модным стало Сформовать Котлету В формочке Такие формы Продаются На озоне Или в других Магазинах И Немножко Подморозить Чтобы котлета Держала форму И вот так вот Выкладывать На сковородку Но прежде чем Выкладывать На сковородку Надо их Немножко Потыкать Вот такой Палочкой Для того Чтобы они Так сказать Не Раздувались Если они У нас будут Раздуваться В процессе Мы их Еще немножко Потыкаем Вот у нас Масло уже Разогрелось Сейчас будем Выкладывать Наши котлетки Ну давайте Приступим Берем И вот таким Образом Наши котлетки Выкладываем Все просто Дорогие друзья Вот видите Они держат Форму Ну котлеты Ну котлеты Надо сказать Немаленькие Большие Котлеты Таким образом Мы их Сейчас Будем Обжаривать Любители Биг Маков Знают Что вот Такую форму Подают В Биг Маков Кослету Вот так Чтобы она Не надулась И не стала Пузатой Как лягушка Так Немножко уменьшим Огонь Вот она Сейчас начнет Обжариваться Нам сейчас Надо Чтобы она Обжаривать Вот Какая Красота Дорогие Друзья Немножко Огонь Потом Когда мы Обжарим С двух Сторон Мы Добавим Немного Воды И наши Котлеты Будут Вариться С пару Для этого Я сейчас Ночу Чайник Я думаю На данном Этапе Нам надо Попробовать Перевернуть Котлету Вот Какая Красота Это просто Нечто Невообразимое Запах Мяса В принципе Можно Сюда Выкладывать И три Котлеты У нас Есть Сковородки Конечно И побольше Этой Мы Показываем Сейчас На камеру Так Как Надо Заделать Необязательно Здесь Котлет Накладывать И вот Когда У нас Обжарится Сейчас Со второй Стороны Зальем Сюда Воды Если Вам Надо Жарить Много Котлет Вы Можете Эти Две Выточить Обжарить Следующие И в Дальнейшем Дальнейшем Сложите Все Кучкой Налить Воды И Томить В пару Вот Это Настоящая Домашняя Котлета Дорогие Друзья А Насколько Она Сочная Посмотрите Ни в одной Столовой Какую Домашнюю Котлету Невозможно Купить И вот Сейчас Нам Надо Взять Крышку Когда Котлеты Обжарились Добавить Из чайника Немножко Воды И И у нас С вами Пошел Процесс Выпаривание Выпаривание Вода Выпаривается И там Создается Влажность То есть Котлеты Сейчас У нас Готовятся Как на пару Можно Немножко Убавить Огонь Друзья Сервировать Наше Блюдо Давайте Котлеты Отключим В процессе Готовки Я пару Раз Их Переворачивал Хотя В принципе Этого Делать Совсем Не Обязательно Как Подаются Такие Котлеты Да Все Просто Берется Котлета Красивая Большая Котлета В качестве Гарнира Мы Сегодня Подготовили Простое Русское Блюдо Я Немного Отварил Картошки Вот В этой Кастрюле Красивой И Сейчас Мы Выложим Несколько Картофелин На Наше Блюдо Так Как Делали Наши Бабушки Так Как Делали Наши Мамы Тещи И Люди Поколения Восьмидесятых И девяностых И Это Дорогие Друзья Очень Вкусно Смотрите Какая Красота Для Того Чтобы Так Сказать Картошке Придать Большего Вкуса И Аромата Мы Возьмем Кусочек Сливочного Масла Вот У нас Есть Неплохое Масло Много Не Надо Буквально Грамм Пятнадцать И Вот Так Вот Это Все Украсим Температура Картошки И Температура Котлеты Масло Немного Растворят Оно Оно Растает Поплывет И Будет Нечто Невообразимое И Всегда Всегда Мы Любили Чтобы Такое Было Блюдо Сдобрено Зеленухой Вот Здесь Мы Мы Вами Получили Который Идеально Зайдет В любой Организм Который Хочет Кушать Который Хочет Насыщаться Питаться Чисто Экологически И Дружить С С С С С С С Я Рад Был Вас Видеть На Своем Канале Подписывайтесь Ставьте Лайки Комментируйте Критикуйте До Новых Встреч На Нашем Канале